могу поспорить что если вы хотя бы раз были в валенсии и гуляли в этом районе задавались вопросом что это за здание почему она такой формы сколько стоят квартиры в нем кто вообще там живет в этом видео мы ответим на все эти вопросы само здание сейчас называется la pagoda но раньше она имела другое имя по имени дворца который находился на его месте дворец респальда само здание было построено в начале 70-х годов и стало ответом на запросы высокие запросы буржуазии того времени как говорят об этом здании оно было построено буржуазией для буржуазии на то время это было просто уникальное строение невиданной роскоши в то время среди жителей этого дома собрались все сливки валенсии адвокаты нотариусы доктора это было своеобразная комьюнити сам же дом был построен молодыми но уже модными известными архитекторами это было три человека почему здание имеет такую форму напишите в комментариях что она вам напоминает конечно же само название la pagoda говорит о японском происхождении особого секрета в этой идее нет просто в то время архитекторы которые создали la pagoda путешествовали в японию и вернулись туда воодушевленные увиденным решили привык привнести новшество в город так и появилось здание la pagoda которая сейчас напоминает жителям и туристам городе города о том что валенсия это многонациональный интернациональный город где есть место для развития каждой национальности и культуры любой страны вы скажете что 1970 год дом построен был так давно но не переживайте это не какая-то вам разруха 2014 году дом полностью реновировали заменили даже фасад это было самым сложным потому что на фасаде используются специальные материалы которые создают определенный эффект на закате и на рассвете здание как бы отражает этот цвет и выглядит иначе в разное время суток ну и конечно же с того времени здесь заменили ли лифты сделали здание более современным внутри чтобы соответствовало всем нужным требованиям и в принципе дом сейчас по качеству явно не хуже а скорее всего и лучше большинства новостроек потому что как вы уже поняли строю его в то время для самых требовательных клиентов а сейчас часто строят просто чтобы побыстрее продать как вы уже поняли все сильные мира сего сконцентрировались в этом районе в то время да и сейчас здесь живут люди которые знают чего хотят от жизни как это получить также вы можете видеть что и самый известный бизнес-клуб в мире ротари клуб также здесь оставил напоминание о себе восемьдесят третьем году подарили городу вот такую скульптуру у вас будет сложный выбор если вы переедете в этот район в какой парк отправиться прежде всего потому что перед вами парк турия в нем бы скорее всего были даже если когда в первый раз приехали валенсию а вот сады манфорда и ность выберу знают не все туристы обязательно отправьтесь туда на пробежку скорее всего вы будете отправляться именно в парк турия он через дорогу от вашего будущего дома и протяженность тури 8 километров наверняка вы уже знаете факт о том что раньше на месте парка текла полноводная река турия которая однажды чуть не затопила город и после этого ее превратили в парк кстати небольшая ремарка до этого долго спорили что будет здесь парк либо автомагистраль и история города валенсия могла сложиться совершенно иначе друзья ну что приглашаю вас стать гостем на несколько минут в этой эксклюзивной квартире здесь два входа один для владельцев для хозяев и второе для обслуживающего персонала так чтобы они не мешали хозяевам наслаждаться своим уютом и комфортом давайте посмотрим это вход для обслуживающего персонала они могли сразу войти на кухню приступить к своим обязанностям если например это был повар здесь все создано для того чтобы создать комфортные условия не только для проживания но также для работы тех людей которые помогали владельцам создать это уютное гнездышко здесь хранятся все необходимые предметы для уборки для того чтобы в самой квартире не занимать лишнее место и не портить прекрасные виды в квартире конечно же вы найдете большое количество шкафчиков полочек все продумано до мелочей для персонала также есть свой санузел чтобы они не тревожили владельцев кстати только что заговорились о том что соседи продавали не так давно квартиру в этом доме за миллион восемьсот здесь просто халява всего миллиона кухня оборудована всем необходимым если вы хотите более современной марки конечно вы можете сменить но все в рабочем состоянии буквально на несколько часов пригласить помощницу по дому чтобы все обновить помыть и можно приступать готовки интересно среди наших покупателей больше людей те кто сами предпочитают готовить или на этой кухне также будут работать ваши помощники а вы будете просто отдыхать и наслаждаться вашей жизнью валенсии если бы я купила такую квартиру я бы здесь все делала сама наверное потому что ипотеку я бы выплачивала . несколько лет как минимум лучше при лучшем раскладе дел давайте посмотрим как же если такие условия для персонала то что же эта квартира предлагала непосредственно хозяевам пойдемте это второй вход для буржуазии сама квартира сам это здание было построено как говорят испанцы буржуазии для буржуазии вот такие разделения были никакого равенства прав в то время интересно если бы сейчас сделали отдельные входы для персонала и для владельцев как бы отнеслись это было бы как повышенным комфортом для двух сторон либо все-таки считали что это какая-то дискриминация интересно что вы думаете по этому поводу в квартире оставят некоторое количество мебели я думаю что в принципе можно заходить и жить квартира пригодна для проживания если вы хотите сделать ремонт вы можете это сделать но первые годы я думаю что вполне можно довольствоваться тем что вы видите сейчас площадь квартиры 274 квадратных метров вот это масштаб да все по нашим я думаю вы заметили что в современных зданиях квартирки особенно новостройки они все все становится меньше в размерах это же квартира того времени когда строили для тех кто знает толк в качестве здесь не экономили ни на толщине стен ни на чем все было сделано по высшему разряду здание расположено в эксклюзивном просто месте между тремя парками биберус сады манфорда и турия это действительно самое лучшее место валенсии а как вы знаете по последнему рейтингу валенсия заняла первое место как город для проживания для у по комфорту жизни это лучшее место валенсии то есть вы будете жить в лучшем месте мира это доказано рейтингами обратите внимание на еще одно преимущество этой квартиры эта терраса если вы посмотрите наверх вы увидите что ваши соседи не могут похвастать такой террасой вы можете дополнительное место где вы можете выйти в любое время года наслаждаться красивыми видами шумно ли здесь наверное вы заметили что окна выходят на проезжую часть но нет во первых это довольно тихий район и здесь стоят стеклопакеты как вы уже поняли конечно же хорошего качества поэтому внутри квартиры вас не будет тревожить никакой шум в квартире установлены кондиционеры на холод и тепло кстати это было первое здание в валенсии которое могло предложить такую роскошь только здесь были кондиционеры во всех других зданиях валенсии такого еще не было но так буржуазия хотела всего лучше и все сразу в одном месте кондиционеры появились именно здесь конечно же с того времени все заменили все новое реставрированное и так далее но тем не менее это интересный факт мы были на внешней террасе и есть внутренние если вдруг вы из мерзляков которым холодно зимой при плюс 20 вы можете наслаждаться видами не выходя из своей квартиры на террасу в редкие дни когда валенсии идет дождь здесь также будет красиво вы помните что у нас практически 320 солнечных дней в году с террасы вход в спе в первую спальню всего здесь 5 спален и 4 санузла это небольшая спальня возможно ее можно было бы использовать как кабинет я бы здесь поставила компьютер монтировала бы видео и общалась бы с вами а вот это поймут не все наши в испании это распространено а наши не всегда привыкают потому что в самой спальне есть здесь стоит кровать а здесь душ так сказать не отходя от кассы можно освежиться встроенные шкафы ну в принципе этим вас не удивить пойдемте дальше но не все так плохо как вы подумали в спальне есть санузел но здесь душ туалет находится за дверью далее просторная ванна не нравится вам душевая кабина хотите по свойски набрать ванну и с пеной расслабиться пожалуйста все для вас ванна стандартная непосредственно ванная умывальник как сказать унитаз другим словом ну вы поняли что и конечно же беде куда же без него в испании кстати вы уже привыкли к такому удобству как беде детская спальня где прошло счастливое детство благополучной испанской семьи если у вас есть дети думаю они тоже оценят по достоинству этот район а так как в этом доме живут люди так сказать высшего сословия то возможно среди них ваши дети найдут друзей на всю жизнь а хорошие друзья с детства это большое преимущество для будущего каждого человека в этой квартире как вы помните 274 квадрата наверняка эта квартира будет интересна прежде всего для больших семей поэтому конечно же есть и вторая спальня судя по по той мебели которая осталась здесь жила какая-то милая маленькая девочка для милой маленькой девочки для мальчика неважно кто также был свой санузел чтобы ночью они не топали ножками не будили родителей квартире 4 спальни по мнению испанцев если эту зону где хранятся швабры и разные приборы для уборки также можно вполне использовать как спальню здесь есть выход на внутреннюю террасу свой санузел поэтому если у вас большая семья почему бы не использовать это помещение как еще одну спальню с этой небольшой спальни выход во внутреннюю террасу опять же можете использовать ее как как украсить и использовать как зону отдыха либо просто для сушки белья здесь уже кто на что гораздо в этом районе развита инфраструктура конечно же есть супермаркеты как меркодона консум и так далее но одно из преимуществ это хорошие школы например это это получастная школа концертада попасть сюда далеко непросто но если вы будете прописаны по этому адресу конечно шанс у вас намного выше буквально в двух шагах буквально то есть здесь 30 секунд максимум просто перейти через дорогу и весь сад вашем распоряжении в этом саду проводят церемонии например свадьбы вы просто уютное место чтобы прогуляться почитать книгу в тени деревьев и просто восхититься в каком классном месте вы живете как вы уже поняли расположение этого дома поистине уникально интересно вы задумывались о том что было на этом месте до того как построили этот дом конечно же это место не могло просто пустовать длительное время здесь был самый настоящий дворец причем про этот дворец до сих пор уходят слухи и распространяются мифы говорят что этот дворец по кирпичикам перевезли соединенные штаты америка в калифорнию куда планировали переехать владельцы но на самом деле потомки этой семьи говорят что это неправда просто со временем дом уже обветшал и не подлежал восстановлению они хотели продать это место кому-то из правительства чтобы государство выкил выкупила и даже планировалось что здесь это место могло быть местом для резиденции франко но что-то у них не сложилось и в итоге во бывшие владельцы этого дворца предложили выкупить застройщиком их территорию что и случилось единственное чего хотели владельцы поместья дворца чтобы здесь на этом месте было что-то действительно стоящее уникальное чтобы место сохранила свою эксклюзивность и они остались довольны потомки той семьи сейчас радуются тому что здесь стоит здание которое прославляет валенсии и архитектурные стили как минимум на всю испанию на самом деле здание действительно считается жемчужиной валенсии друзья я говорю вам до скорой встречи потому что уже очень скоро на нашем канале выйдет новое видео о валенсии мы вместе будем узнавать секреты и особенности этого города если вы хотите купить квартиру которую вы увидели сегодня вы можете связаться с нами по контактам которые вы видите под в описании к этому видео но в любом случае подпишитесь на наш канал если валенсия и испания это те места где вы хотите жить учиться или просто приятно проводить ваше время ваше время